Здравствуйте, друзья! Не могу не отметить, что какие-то приятные и позитивные в нашей теме происходят в мире перемены. Я думаю, вы уже знаете, но если нет, то расскажу вам, что буквально на днях пост министра обороны Германии получила женщину Урсула фон дер Ляйен, у которой семеро детей. И я не знаю, как она успела сделать политическую карьеру в Христианской демократической партии, при этом еще и родить семеро детей. Но теперь ей всего-навсего предстоит завоевать симпатии 185 тысяч солдат, 70 тысяч гражданских служащих Бундесвера и толково и рачительно распорядиться бюджетом в 33,3 миллиарда евро. Почему-то мне кажется, что у нее это получится, потому что я верю в женщин, верю в женщин на любых постах и в любых больших и малых делах. И именно этому посвящена наша программа. В доле сегодня с нами руководитель проекта «Арт-квадрат» Юлия Музыка. Здрасте, Юля! Привет! Вот, ну да, я понимаю, что, наверное, руководство «Арт-квадратом» это еще и не постминистром. Далеко, так мягко говоря. Ну, с другой стороны, каждая женщина на своем посту вынуждена быть одновременно и матерью семеро детей, и генералом. Никак иначе не получится бизнес этот построить. И мне кажется, в этом, собственно, и секрет успешности женщины в бизнесе. Расскажите, что такое «Арт-квадрат», чем вы занимаетесь? «Арт-квадрат» — это проект Федерального агентства по делам молодежи, который направлен на поиск поддержки талантливой молодежи в области культуры и искусства. То есть мы занимаемся тем, что работаем со всеми регионами России, ищем там таланты молодых дизайнеров, молодых художников, молодых фотографов, режиссеров, молодых исполнителей. Молодых — это до каких лет? От 18 до 30. В исключительных случаях от 18 до 35. Все равно не попадаем. Ну, в общем-то, да. Ну и зачем? Ну, это достаточно широкий спектр, ну, широкий возрастной сегмент, по большому счету. Ну, то есть в 30 лет человек уже, может быть, вполне реализовался профессионалом в своем деле. Да, он, может быть, уже и в 25. Профессионалом, если он до этого уделял много времени развитию своего творчества, много над этим работал. И что происходит с этими людьми после того, как они попадают в ваш проект? Ну, у нас есть годовой цикл мероприятий. Сначала это межрегиональные отборочные фестивали, которые мы проводим в каждом федеральном округе. После того, те, кто выигрывает эти фестивали, попадают на международный молодежный форум «Селигер». Там мы для них делали в этом году уникальную образовательную программу по каждому направлению. То есть мы привозили экспертов области культуры и искусства, которые с ними работали на протяжении 7 дней. И пытались, в общем, как-то их раскачать, вытащить их талант наружу и создать с ними какой-то в итоге проект. Если это направление, например, музыка, то к нам приезжала Лина Арифулина со всей своей командой. В течение 7 дней в трёх шатрах, которые мы оборудовали техникой, она с ними занималась, работала. И по итогам мероприятия они делали огромный галл-концерт. Лучших, на её взгляд, она, в общем, забрала себе и сейчас занимается их продюсированием. Сейчас их можно уже увидеть на телеканалах, например, там в её школе. Да. То есть получается, что благодаря вам молодые талантливые люди в любом уголке России могут подняться по вот этой социальной лестнице и реализовать свои таланты, да? То есть или получить ещё какое-то дополнительное образование? Ну, здесь, в общем, два варианта. Первый — это однозначно все могут получить образование и доступ к тем экспертам, к которым они никогда бы не получили доступ, находясь у себя в регионе. И второе — лучшие получают продюсирование. То есть, например, лучшие дизайнеры, было отобрано шесть человек, и они представили свои коллекции на осенние недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в рамках показа Art Quadrat в Москве. И в Питере мы сотрудничаем с Aurora Fashion Week, где они тоже, в общем, предоставили, ну, уже другие дизайнеры, пять человек от других дизайнеров представили там свои коллекции. Ну, то есть для молодого дизайнера это такой старт. После этого, значит, мы поддерживаем их грантами для того, чтобы они могли свои коллекции продолжать отшивать. Ну, и пытаемся, в общем, их направлять, соединять с байерами для того, чтобы, в общем, их путь стал более успешным. Каким образом эти молодые таланты находятся? Вы их ищите сами, вы мониторите как-то ситуацию в стране, или они подают какие-то заявки? Может быть, есть какой-то, не знаю, специальный сайт, на котором надо заполнить специальную анкету и стать участником какой-то специальной программы? Есть сайт artkvt.ru. На этом сайте всегда висит информация о предстоящем мероприятии, и там же мы предлагаем подать заявку. Обязательно условие заполнения заявки — это прикрепить фото или видеопрезентацию своего проекта. Если вы молодой дизайнер, обязательно прикрепите фотографии своих коллекций. Если вы молодой режиссер, то обязательно, например, прикрепите какие-то варианты своих короткометражных фильмов, потому что отбирают этих ребят на мероприятие потом эксперты, и, естественно, им необходимо посмотреть, в общем, уровень ребят, с кем они будут работать. А как вот эти эксперты действительно, по какому принципу они отбираются, собственно, к суде кто, да, эти люди, которые определяют судьбу молодых талантов? Ну, по каждому направлению у нас есть куратор. Вот если это направление фэшн, то это «Мерседес» сам отбирает и «Аврора». Если это направление визуальное искусство, то мы там сотрудничаем сейчас с Арсением Власовым. Через него, ну, уже напрямую сотрудничаем с различными… Художниками? Художниками, лофф-центрами. Там Андрей Бартенев к нам периодически приходит на мероприятие и тоже делает отбор и работает с ребятами. И, в принципе, так по каждому направлению. Там, если это направление музыка, ребят отбирала Лина. В регионы ездят эксперты от её школы. Помимо неё мы сейчас вот тоже пытаемся расширить круг продюсерских центров и сделать так, чтобы, в общем, не замыкаться на одном кураторе, а чтобы у нас было много центров, в которые было бы интересно дальше потом заняться продюсированием ребят. То есть человек заполняет анкету, его выбирают, и дальше он постоянно находится в программе? Или он вот разово приглашается на какое-то мероприятие, ему даётся некий волшебный пендель, какая-то мотивация дальше развиваться, может быть, грант и всё? Или вы вот всех своих подопечных постоянно мониторите? Всех подопечных вести. То есть у нас, например, есть потрясающий исполнитель Сергей Драгни из Самары, такой, но SMC, молодой, он прекрасно фристайлит, он пишет потрясающие вещи. И вот мы сейчас перевезли его в Москву, то есть он постоянно под нашим наблюдением, достаточно молодой парень, и сейчас мы здесь с ним работаем. Слушайте, это ужасно интересно, в том смысле, что ты берёшь человека, и очень рискованно, потому что ты берёшь человека из какой-то одной среды, в которой он варился в собственном соку, и вот ты его привозишь в Москву, ты его ставишь на большие подмостки, он начинает общаться с крутыми людьми, с большими продюсерами, начинает зарабатывать какие-то первые деньги, у него начинает ехать крыша, и дальше неизвестно, что с ним делать. Такого не случается? Ну, такое случается. Так как у нас проект работает всего год, то есть каких-то сверхзвёзд мы ещё не сделали, но мы, в общем, работаем над этим, то есть есть уже ребята, которых мы раскручиваем. И как вот говорят многие продюсеры о том, что со звёздами ты всегда знакомишься два раза. Первый раз — это когда они стоят на коленях и умоляют их взять тебя, чтобы ты их продюсировал. Второй раз, когда они уже, в общем... Кем-то отпродюсированы. Отпродюсированы, да, и уже совершенно по-другому начинают себя вести. Но пока мы с этим не сталкивались. Ребята достаточно благодарны, и, в общем, мы им благодарны за то, что они благодарны. Ну, а в принципе, общаясь с большим количеством людей из разных регионов, общее впечатление создаётся какое? У нас же принято ворчать о том, что поколение потеряное, никто ничем не занимается, все сидят в социальных сетях и хотят заработать бабла, но не знаю как. Нет, ну, это совершенно, мне кажется... Ситуация сейчас меняется. Может быть, раньше так и было у поколения, а вот нынешнее поколение сидит в интернете, и те, кому действительно интересно заниматься развитием своего творчества, они как раз из интернета... Они для этого сидят. Они для этого и сидят. Вот, например, центральный федеральный округ слабее, а вот Дальний Восток, например, сильнее. У нас был фестиваль огромный в Якутии, и наш куратор по направлениям танца, Саша Каргинов, он просто был в шоке. И он говорит, ребята, а как вы вообще занимаетесь здесь? Вы же так далеко. До вас там 6 часов лететь, у вас всё время холодно. Они говорят, а мы на Ютьюбе сидим, забиваем и сами, в общем, учимся. Вот так. А почему центральный округ, как вы думаете, страдает? Потому что более благополучная... Благополучная, И они почему-то считают, что они уже профессионалы, и у них больше претензий. Те, кто живут подальше, к ним редко приезжают эксперты, они менее избалованы вниманием каким-то, и поэтому они больше нацелены на результат. О, Господи! О результатах и о том, как разбудить современную молодёжь, а может, она уже давно проснулась и зовёт нас вдоль и после новостей. С нами сегодня руководитель проекта «Арт-квадрат» Юлия Музыка. Проект занимается поддержкой талантливой творческой молодёжи по всей стране. Ну, насколько я понимаю, это не совсем бизнес, не совсем коммерческий проект, да? Это скорее такой социальный и, может, даже благотворительный. Это совсем не коммерческий проект, так как это государственный проект, и, естественно, в общем, нашей цели не стоит коммерциализация данного проекта. Мы действительно помогаем, мы, наоборот, раздаём. Вот у нас сейчас закончился Всероссийский конкурс молодёжных проектов, в рамках которого по различным номинациям, в том числе творчество, инновации, здоровый образ жизни, спорт, мы ещё победители не опубликованы, поэтому не буду раскрывать тайну, но, в общем, 120 миллионов в рамках этого конкурса мы сейчас и раздадим. 120 миллионов рублей? Да. Круто. В качестве грантов? Да, да. А тогда скажите, Юля, а зачем вам такой геморрой? Социальный проект благотворительный, ездить по всей стране, общаться ещё с разными самыми людьми, не всегда адекватными и прочее, прочее, прочее. Ну, я как-то с детства занималась всегда общественной деятельностью, в университете во всех выборах участвовала, поэтому, видимо, в общем, как-то... Ну, вы по образованию политолог, правильно? Да, да, политолог-преподаватель, заканчивала факультет политологии. То есть для вас это, возможно, путь в большую политику, начало такого пути в какие-то... Ну, не всегда же деньгами человек счастлив, можно быть счастливым властью. Ну, да, это, наверное, один из мотивов, да? Там либо деньги, либо власть, либо, в общем, как-то самореализоваться в этой области. Но я не могу сказать, что я прям тяготею к власти. Мне просто приятно делать что-то хорошее, и я искренне получаю от этого удовольствие, когда вижу результат своей деятельности. Мы приехали в регион, провели мероприятие, ребята вышли с горящими глазами после мастер-класса, какой-нибудь эксперт, и сказали, да, моя жизнь изменилась, и я получаю от этого огромное удовольствие. Извините за... Может быть, это не скромный вопрос, но поскольку у нас передача всё-таки про дела и работы, и бизнесы, и деньги, вы на зарплате сидите? Да. А зарплату вам определяет агентство по делам молодежи? Да, федеральное агентство по молодёжи. А расскажите тогда, как вы вообще создали проект «Арт-квадрат», как вам это в голову пришло, и почему вы решили заниматься именно творческой молодёжью? Ну, начну с того, что проект по поддержке творческой молодёжи существовал в Росмолодёжи. Раньше там был другой руководитель, там был проект «Арт-парад». Да, в общем, сейчас уже как полтора, около двух лет у нас поменялся руководитель, поменялись задачи, и мы решили, в общем, так реорганизовать. Тоже достаточно хороший старый проект, сделать новый проект, добавить туда много всего нового, подключить там много экспертов, сделать новый формат, и вот родился проект «Арт-квадрат». Если говорить, да, о прежнем лице молодёжной политики России, и вообще на том же Селегере, то вокруг всей этой истории, конечно, было много всяких разных и не всегда каких-то приятных... Позитивных, далеко не всегда, я не сказала. Да, да, течений информационных, каких-то поводов таких жестковатых. Поэтому, конечно, когда человек говорит «Селигер» или «Федеральное агентство по делам молодёжи», то, ну, обыватель немножко вздрагивает иногда. Да, в общем, опять это движение, опять они чего-то хотят, опять они хотят на митинг. Да, но на самом деле нам это... Такая зомбированная, проплаченная молодёжь, которая, в общем, заинтересована только тем, чтобы там поорать на улице, получить деньги, разойтись, купить пиво и напиться. Ну, вот могу обрадовать молодёжь, которая действительно хочет, в общем, развиваться в направлениях творчества и инновации, раз молодёжь больше не занимается политикой. У нас есть отдельная смена политика, туда приглашается и оппозиция. В общем, все желающие как-то участвовать в политической жизни страны приглашаются на эту смену. А наши смены к политике не имеют совершенно никакого отношения. Мы никого не зомбируем. Нам всё равно, кто будет участвовать в нашем проекте. И главное, чтобы ребята хотели в нём участвовать и... И были талантливы. И были талантливы, да. А почему вас не интересует политика? Ну, перед нами сейчас стоят другие задачи, поддержки творческой молодёжи. И, в общем, никакой политической ангажированностью мы сейчас не занимаемся, политических никак не ориентируем. Всё, что мы хотим, это давать им качественное образование. Мы вот, например, придумали программу культурный менеджмент. Очень мало сейчас образования в этой области, вообще, в принципе, в России. И мы придумали такой форум, форум творческих кластеров нового времени. И здесь мы сами искали ребят, у которых есть какие-то творческие кластеры в регионах, арт-школы, лофт-центры, которые, в общем, имеют какие-то места, где живёт искусство. Мы так это называем. Мы их сами нашли, мы их сами пригласили, мы им всё оплатили, мы им сделали визитки, они приехали, обменялись этими визитками. И вот уже год нас вспоминают добрым словом, потому что у них у всех состоялась такая коммуникация, и они до сих пор все общаются и помогают друг другу советом. Вы говорите «мы», «мы». Сколько человек в вашей команде? Восемь человек в нашей дружной команде. Немного совсем. Это немного. Да, задач у нас больше, чем можно себе представить и чем, наверное, можно. Ну, мы работаем много, и всем больше. А кто эти люди? Как они вообще собрались вместе? Вы знаете, я просто такой человек, вокруг которого всегда, в общем, что-то такое происходит. Эти люди, по большей части, случайно оказались в проекте. Вот пришла девушка работать, например, Ира Ходорева, в «Росмолодёжь». Её отправили в другой проект, там, в спортивный. В общем, она ходила вокруг нас, ходила, ходила, пришла, сказала, я буду без зарплаты у вас работать, хочу работать с вами, мне интересно этим заниматься. Работала несколько месяцев без зарплаты, потом, естественно, мы её уже взяли на зарплату, и вот она уже больше года с нами, и так вот таким вот каким-то случайным образом люди вокруг нас, наша команда и сформировалась. Мне просто очень интересно вообще, как люди попадают на работу в такие структуры, то есть какое у них должно быть образование, какие качества должны у них быть в резюме, или какой опыт работы для того, чтобы занять подобную должность. Ну, я не знаю, мне кажется, мой пример, он не совсем может быть правильный, потому что вот лично у меня всегда всё происходит с течения обстоятельств и какие-то случайности. Я закончила факультет политологии с третьего курса и работала на выборах, то есть мне нравилось заниматься, я не знаю, избирательными компаниями, там, работать с утра до вечера, после этого... А вы москвичка? Нет, но в Москве лет 13 родилась я в Сибири, в городе Новокузнецке, жила какое-то время на Украине, то есть я так, в общем, поездила. Наверное, чему меня научили переезды, это коммуникации со своими сверстниками, то есть я приходила всегда в новую школу, мне нужно было в этой школе... Себя показать. Да, себя показать, ну, плюс здесь огромная заслуга наших родителей, вот, то есть мама с детства нами очень много занималась, мы ходили на всевозможные кружки, мама у меня педагог-психолог, поэтому, в общем... Знает, как с ребёнком делать. С детьми она работала, да, очень много. А вот выбор профессии политолога, это был ваш личный выбор, или это родители как-то... Да, мама никогда нас ни к чему не склоняла, она вот там, я помню, с восьмого класса начинала уже со мной работу, какие предметы мне больше всего нравятся, в какой области мне хотелось бы развиваться. Единственное, что мама хотела, это чтобы вуз был хороший. Какой вуз? Вот, в итоге я заканчивала МГУ, мама, конечно, с детства прочила мне МГИМО, но, в общем, как бы МГУ, политология тоже было близко. И вот по тому, какие предметы мне больше всего нравились, в какой области развиваться, мама поняла, что в общественной. То есть я сама выбрала факультет, мама сказала, я, в общем, не знаю, там, запишем мы тебя на подготовительные курсы, в общем, будем тебя поддерживать в течение года, потому что занималась я сутками, чтобы поступить. Я, честно говоря, сейчас не понимаю, как я выдержала тот режим. То есть у меня было шесть дней в неделю репетиторы и один день на то, чтобы выучить всё на целую неделю. Но я не одинока, я думаю, многие так поступали. Но на самом деле всё равно здесь нужно какое-то большое внутреннее желание это делать, потому что сил-то, они же берутся только от желания, от мотивации. Да, у меня была огромная мотивация, и так как я всегда хорошо училась, я, в общем, я в своей картине мира даже не предполагала, что я могу не поступить в университет. Я подавала документы только в один вуз, причём поступала я, ну, действительно, честно, на общих основаниях, я готовилась, ходила на подготовительные курсы, и никакие другие вузы, хотя, естественно, никто гарантировать мне поступление не мог, я документы даже не подала, потому что я решила, что вот надо туда поступить, и я туда поступлю. И поступила. Да. Не разочаровалась? Нет, я сначала поступила на факультет философский, и тогда отделение политологии было в его составе. Проучившись там год, я поняла о том, что это прекрасный факультет, но там дают очень много теоретических знаний, а я по своей сути практик. Тогда я перешла на отделение политологии, и потом уже отделение политологии выросло в отдельный факультет. Ну, и ничего не предвещало, что вы будете заниматься творческой молодёжью, потому что вы занимались выборами, и, в общем, вам надо было идти в какую-нибудь партию, в штаб. Да, самое интересное, что ни в какой партии я никогда не состояла. Единственное, я занималась, у меня был очень хороший друг, но он и есть, Илья, который после того, как я поработала на выборах, сказал, что ты ездишь всё время по регионам, давай-ка, у него было консалтинговое агентство, межрегиональная организация по культурному взаимодействию стран, входящих в Европейский союз, и третье — это молодёжная организация поколения IP. И он у меня сразу, то есть я, в общем, на четвёртом курсе, на третьем курсе поработала на выборах, на четвёртом курсе он мне говорит, ты справишься, будешь руководителем, значит, 13 региональных отделений, будешь из Москвы их курировать по регионам. Ничего себе! Что было дальше, мы расскажем вам после новостей. Оставайтесь с нами в доле, сегодня Юлия Музыка, руководитель проекта «Арт-квадрат». С нами в доле сегодня руководитель проекта «Арт-квадрат» Юлия Музыка, рассказывая вам о том, как юная очаровательная девушка с образованием политолога оказывает свои места по делам молодёжи и занимается творческой молодёжью. И что, и ты действительно... Ой, я уже как всегда на «ты». Вторая была на программу, я пошла. Давай на «ты». Да, давай. И ты занялась... Ты возглавила восемь филиалов консалтинговой компании? Нет, нет, нет. Я восемь региональных представительств политической организации «Поколение ЭПИ». Да, но в это время я там, допустим, полгода поработала, и он уже сказал о том, что так, уже можешь начинать заниматься лоббированием с органами государственной власти. Я помню, что я там ходила на всякие переговоры в Госдуму, в различные министерства. А лоббированием чего? Ну, всяких там интересов, то есть с политическим консультированием. Он всё время брал меня на переговоры, и я ему очень благодарна, потому что в тот период, когда я ещё, может быть, не до конца понимала, чем я хочу заниматься, он каким-то мудрым советом, в общем, всегда меня наставлял. То есть вот у нас было две, как его заместительницы, девушка вторая, Ольга Калинкина, мы с ней подружились, сейчас работаем вместе. Она тоже в Федеральном агентстве поделом молодёжи. Ну и после этого я уже поняла, в общем, что нужно куда-то дальше расти. И чисто случайно я попала в Федеральное агентство поделом молодёжи. Мне сказали, что как раз в творческом проекте освободилось место, которое было до этого, и, в общем, можешь пойти туда на собеседование. Я сходила, мне вроде понравилось, меня взяли, и пришла я как раз под конец... Прежней эпохи. Прежней эпохи, да-да-да. Вот. И прямо вот в самый такой период, когда всё там менялось. Ну и поэтому старая команда ушла из агентства, появился новый руководитель Сергей Юрьевич Белоконев, который сказал мне, Юль, давай, занимайся творческой молодёжью. Сначала я, в общем, так, честно говоря, мне было трудновато. Мне приходилось очень много там заниматься, читать, общаться с экспертами, ну, в общем, чтобы быть как-то в теме. А потом так я поняла, что я получаю от этого колоссальное удовольствие. Вот. И мне очень нравится культура и искусство, возможно, даже больше политики. А людей ты сама набирала дальше себе в команду? Ну, вот я говорю, они вот каким-то образом всегда... Прибивались. Прибивались, да. Причём это прибивались, в общем, такие... мотивированные какой-то социальной деятельностью, умные, талантливые люди. И приходили они в тот момент, когда они нам были необходимы. Ну, то есть у нас же между всеми распределена зона ответственности. И вот когда у нас был какой-то запрос, то есть мы специально никого не искали. Резюме мы ничего не отсматривали. Да, да. Вот мы там поняли, что нам нужен человек, который будет курировать там культурный менеджмент, создаст крутую программу. И раз, Наджип нашёлся, вот, работает с нами уже год. И там делал образовательную программу на форуме Селигер на второй смене, чисто культурный менеджмент вместе с партнёрами RMI. Расскажи, пожалуйста, ещё чуть поподробнее про вообще механизм взаимодействия вот с творческой молодёжью по всей стране. В принципе, ну, с одной стороны, скажем так, вы их поддерживаете, то есть вы даёте им то, что им нужно, деньги, какую-то известность, какой-то опыт, возможность общения с экспертами, открытие в себе каких-то новых творческих глубин. Что вы от этого, что арт-квадрат получает от них? Зачем вам это нужно? Нет, нам нужно, потому что перед нами стоит государственная задача поддержки творческой молодёжи. На самом деле, всё, что было до этого, это было совершенно, ну, на наш взгляд, не систематизировано, не было какой-то единой системы. Есть там студенческая весна, из года в год, в общем, одно и то же. И, ну, это прекрасный проект, в нём там участвует огромное количество людей, но у них нет этапа продюсирования. И они что-то там сделали, получили какие-то призы, и всё, и до свидания. Да, там те же гранты, да, ну, и в общем, хотя, ну, там, участие в этом конкурсе всё равно престижно. Да, я знаю, мой муж участвовал когда-то. Вот, да. Но сейчас уже запрос как-то на другое, сейчас появляется конкурентная среда и запрос на качественных исполнителей, там, на качественных художников. Ну, в общем, меняется ситуация, к нашему счастью. Потом у нас тут весне же там можно себя проявить, по-моему, там, как артисту, но я не уверена, там есть разве для конкурса для художников или для кинематографистов молодых? Там тоже много направлений. Есть всё это, да? Да, там есть, но, например, что касается направления моды, то там театр мод, а у нас дизайнеры коммерческой одежды, то есть мы вот сейчас тоже вместе с... Немножко больше, ближе к реальности, получается. Конечно, ближе к реальности. Это то, на чём молодые дизайнеры могут зарабатывать деньги, тем более с появлением социальных сетей, Инстаграма, ВКонтакта, открываются эти шоурумы. И такая конкуренция, что выживать могут только те, кто делает качественный продукт. Правильно ли я понимаю, что ваша задача не просто найти талантливую молодёжь и стимулировать её на творчество, но ещё и сделать это творчество в некоторой степени таким жизнеспособным и даже прибыльным, чтобы помочь человеку сделать это своей профессией, зарабатывать этим на жизнь? Конечно, да. Поэтому мы ввели программу культурный менеджмент, потому что зачастую творческие люди сами вообще не менеджеры. Они не могут даже нормально заполнить заявку на грант. То есть, ребят, смотрите заявка, смотрите конкурс, ну заполните, пожалуйста, пять недель. Тишина. Тишина, да. Ну вот им очень трудно сесть и прописать цель, я не знаю, там метод, задачу, составить бизнес-план. Для этого вот мы сейчас обучаем культурных менеджеров. Для этого в регионах, ну, в общем, не мы, скажем так, этот тренд ввели, а он сам ввелся, да, в Москве открылись винзавод, арт-плей, флакон, все то же самое сейчас пошло в регионы. Просто об этом мало кто знает, потому что с этим мало кто соприкасается. Такие арт-площадки глобальные, да, стали открываться во всех городах. Да, да, да. Например, губернатор Астраханской области тоже там в ходе каких-то обсуждений, переговоров отдал, значит, ребятам, творческим ребятам целый завод. И вот сейчас они занимаются переоформлением документов, да, в собственность. Вот, и после этого будут делать там огромный лов-центр. Ничего себе. И вот такая ситуация, там сами ребята выбивают какие-то площади. Ну, то есть, если раньше, я не знаю, что было модно, то сейчас модно всё-таки прийти в какой-то центр, да, прийти в антикафе, в какую-нибудь каворкинговую зону. Ну, как-то это становится популярным. То есть, стало популярным быть не праздным, а быть каким-то, ну, что ли, мастером своего дела? Да. Да ладно. Да. А то мы тут всё время говорим о том, что мы живём в эпоху тотального дилетантизма, когда, ну, даже если взять мою профессию телеведущей, то, в принципе, уже давно передачи ведут люди, которые весьма-весьма далеки даже от журналистики, уж не говорю там именно о каком-то ораторском искусстве. И это нормальный такой тренд, там, повара, спортсмены, люди вообще каких-то, ну, совсем других профессий, там, не знаю, собаки. Вот. Но мне казалось, что как раз в гораздо большей степени этот тренд процветает. То есть ты хочешь сказать, что современная молодёжь, ей интереснее именно реализовываться, в своём деле, становится профессионалом. Конечно, если для них создаются такие условия. То есть если в городе есть, ну, вот смотрите, с появлением лофф-центра все стали ходить на какие-то выставки. Ну, так часто в Третьяковскую галерею никто не ходил, потому что не всем понятно это искусство. А как современное искусство, оно зачастую бывает более понятным и, возможно, каким-то там интересным, интерактивным. Да, то есть, ну, вот опять же, раньше, когда не было этих центров, никто не ходил массово в Третьяковскую галерею. Центры появились, все вон сейчас. Какая-нибудь выставка и у меня в Инстаграме просто каждый третий там в течение недели выкладываются фотографии с этой выставки. Людям стало интересно. Скажи, пожалуйста, вы занимаетесь только творческой молодёжью. А есть ли, например, похожий проект поддержки технической молодёжи? Конечно. Мы говорим, у нас не хватает инженеров в стране. Конечно. Не хватает каких-то мастеров. Вот я должна сказать, что Сергей Юрьевич, наш руководитель, за вот полтора года проделал колоссальную работу. У нас появилось много разных направлений. Он всех нацеливает на результат. Это я к чему всё говорю? Я это говорю всё к тому, что у нас появляется много смен на Селигере. У нас есть инновационный проект по поддержке как раз таких молодых учёных, по здоровому образу жизни, проект «Беги за мной». Но это проекты старые. Сейчас появились там смены как «Роспромторг» для рабочей молодёжи. И, в общем, привлекает к этому всё профессионалов, чтобы они работали с этой молодёжью, чтобы не просто вот у нас есть направление, свезли туда 30 человек, а чтобы они получили качественное образование. Для инженеров. Молодые библиотекари, если вы знаете, сейчас в библиотеке все реставрируются, и в библиотеке представляют собой целое, наверное, культурное пространство, в которых можно проводить мероприятия. И вот сейчас создано отдельное направление молодые библиотекари. Здорово. А молодёжь-то вообще как на это всё реагирует? Ну вот это всё-таки удел каких-то отдельных, особых детей, которые есть в каждом, ну всегда были в каждом классе, в каждой стране, в каждом городе. Есть такие особые дети, которые, как вы и я, да, там вечный культ массовый сектор, всё равно что-то организуют, ради чего-то живут, стараются и прочее. Основная масса так, она либо соответствует, ну как-то за этим всем подтягивается, либо наблюдает, либо вообще, ну абсолютно отстраняется. Есть ощущение того, что это, ну всё равно удел каких-то особых молодых людей? Или наоборот, как-то всё стало немножко, ну порадужнее, что ли? Раньше, ну вы знаете, ситуация у Росмолодёжи, мы уже говорили, был у нас не очень хороший политический бэкграунд. В том году, значит, мы пытались его поменять, вот в течение года у нас уже большее количество участников, у нас уже конкурс. То есть, естественно, эти общественники никуда не девались. Первые, кто заполняет заявки на гранты, это общественники. Но наша задача как раз-таки вовлечь в свои образовательные программы и тех людей, которые никакого отношения раньше не имели. Ну, потому что и всё равно есть часть людей, которые с года в год приезжают на Селигер, кто-то там потусоваться, кто-то, чтобы как-то поучиться. Вот. Но вот мы сейчас как раз пытаемся выстроить такую систему, при которой мы сможем вовлекать в проект не только общественников. А здесь, наверное, самая большая проблема информирования. Вот если комитет поделок молодёжи, он распространяет информацию о мероприятии, и те, кто около комитета, все эти общественники, они там участвуют. Поэтому, а те, до кого информация не дошла, которые никакого отношения не имели вообще к Росмолодёжи, к комитету по делам молодёжи в регионах, они в мероприятиях не участвовали. Я просто к чему говорю? Мне кажется, что человек, который вот чем-то занимается, он уже открыл в себе какие-то творческие потенции, он хочет что-то делать. Он и так будет рыть землю носом, и так будет искать способы выхода к свету. Он сам к вам придёт, он будет вас искать, он найдёт вас в интернете, он найдёт какой-то арт-кластер, в котором он сможет выставляться, он будет искать себе подобных и к ним прилипляться. А как быть людям, молодым, которые смотрят Дом-2, пьют пиво в подворотне, в лучшем случае, или там ещё что похуже, и ничем в жизни больше не интересуются? Есть ли какой-то у Арт-Квадрата может быть проект по пробуждению в них каких-то творческих потенций, я не знаю, хотя бы желания жить и что-то творить? Поговорим об этом после новостей, оставайтесь в доле. С нами в доле руководитель проекта Арт-Квадрат Юлия Музыка, проект занимается, проект состоит при агентстве по делам молодёжи и занимается поддержкой талантливой молодёжи по всей стране. Так вот, скажи, есть какая-то вообще программа по, ну хотя бы, я не знаю, пусть не поддержки, там, как-то какому-то, ну вот, хотя бы, знаешь, чтобы у молодого человека загорелись глаза, чтобы он думал не только о деньгах, пиве, машине и сексе, а ещё о чём-то, там, я не знаю, ну хоть о какой-то реализации себя. Такие программы на выбор этому человеку есть у Росмолодёжи. То есть, так как мы все ориентированы, мы на творческую молодёжь, что мы можем предложить этим людям, это работает над качественным контентом каких-то событий в регионе, чтобы они туда пришли. Но, естественно, заставить петь человека, который всё время смотрит и пьёт пиво достаточно трудно. Но есть программы социальные, есть программы добровольчества, где они точно могут прийти и там волонтёрские, да, в качестве волонтёра себя реализовать. Опять же, навряд ли они смогут прийти в проект инновации и техническое творчество, потому что трудно, наверное, быть учёным, опять же, если ты этим не занимался. Просто огромное количество людей и молодых людей, к сожалению, даже не подозревает о том, что у них тоже есть какие-то таланты. И то, что родители не дали им возможности эти таланты открыть, и они выросли на улице, эти люди, они, в общем, не виноваты в этом. И каким образом помочь им хоть какую-то в себе найти искру божью, она есть в каждом, я в этом уверена. Ну, наши образовательные программы открыты для всех. То есть, мы делаем это всё абсолютно бесплатно. Вот, поэтому, если они найдут свой интерес, посмотрят наш сайт, прочитают о наших мероприятиях, а вот недавно у нас прошла неделя молодого искусства «Арт-квадрат», всероссийские мероприятия. Кстати, «Финамофэм» к нам приезжала, туда делали прямое включение. Вот, то есть, наверное, предлагать им новый интересный формат. Вот, мы сняли спортивный зал обыкнойной школы, разделили его на три воркшопа. В одном месте у нас под кураторством Андрея Бартинева и Арсения Власова работали художники, где на больших листах гипсокартона рисовали то, как они себя видят и, с другой стороны, то, как они видят себя в будущем. В другой, значит, части был мастер-класс, мы оборудовали им фотостудии по аналоговой фотографии и фотостудии, в общем, по цифровой фотографии работали ребята. То есть, если у них желание стать фотографом, да, возможно, им не займутся профессионалы с точки зрения продюсирования, но, опять же, если у них откроется талант, то почему и нет. Но, вместо того, чтобы смотреть «Дом-2», пусть приходят, учатся как фотографировать и хотя бы для себя будут фотографировать у них появится какое-то хобби. Ты знаешь, вот у меня ещё такой возникает когнитивный диссонанс, когда мы говорим всё-таки там о правительстве, о чиновниках, о государстве, то у нас рисуются такие определённые образы определённого рода люди с определённым выражением лиц и так далее. Я смотрю на красивую, весёлую девушку, стильную, очень хорошо говоря, очень хорошо образованную, у которой горят глаза. Тебе приходилось сталкиваться с какими-то, я не знаю, вот этими, ну, такими костными формами государственной машины и как-то, ну, я не знаю, раздвигать эти, я не знаю, доставать мачеты и рубить эти бамбуки, пробираться в этих джунглях к своему свету и к мечте. Ты же очень много едешь, как я понимаю, общаешься с чиновниками на местах, с федеральными какими-то там этими бонзами и прочее. Да, конечно, у меня с этим приходилось сталкиваться. Я сама все очень такой быстрый человек и поэтому больше всего у меня бывает бюрократия, которая, ну, есть, потому что это государственная структура абсолютно везде, то есть, чтобы написать одно письмо, нужно, чтобы его проверил корректор, все начальники согласовали, каждый что-то внесен правку, и так одно письмо можно писать, там, целый день ходить и просто его согласовывать. Да, трудно, но как-то все равно мы добиваемся того, чего хотим, потому что, наверное, мы влетаем с горящими глазами. Вот, про горящие глаза Министерство образования над нам все время смеется, мы сейчас сидим с ним в одном здании, так как мы сейчас в их ведении, и они говорят, как определить сотрудников Министерства образования рост молодежи. Сотрудники Министерства образования с потухшими глазами, сотрудники Федерального Геспiken и молодежи бегают с горящими глазами, носятся по зданию и, в общем, хотят там что-то изменить. Это так грустно, что у сотрудников Министерства образования потухшие глаза. Что же их в другой столовой кормят чем-то невкусно? Нет, просто у нас работает в основном молодёжь. А у них, то есть это не сказывается, надеюсь, на качестве их образования, работы, я имею в виду. Но, в общем, всё равно они уже люди, видавшие виды. Ты это хочешь сказать? Да, да. А мы пока ещё бегаем, в общем, пытаемся что-то изменить. Но я говорю, на освещание иногда в 2 часа ночи. То есть в 2 часа ночи официально у нас там перед каким-нибудь там важным событием, мероприятием очень легко. То есть мы можем там полночи сидеть и, в общем, что-то обсуждать. Ну а когда ты приезжаешь в регион, и тебе приходится пробивать, там, выбивать какую-нибудь площадку для своих подопечных, или я не знаю, пробивать какой-нибудь проект на уровне там местном, муниципальном, городском каком-то. Ну, здесь у нас всегда поддержка сверху. То есть у нас всегда поддержка нашего руководителя. Большое ему спасибо о том, что он каким-то образом всё равно принимает участие в каждом проекте. У него в голове столько, и всё равно он с нами со всеми. Поэтому, если мы сами не можем это сделать, он всегда подключается, и в итоге нам дают площадки. Плюс сами мы стараемся выстраивать такую коммуникацию, такую позитивную. Ну и, наверное, замечу о том, что всё-таки мы работаем с комитетами по делам молодёжи, где работает тоже в основном молодёжь. Вот, поэтому... Поэтому вы на одной волне. Ну, не со всеми. Конечно, не со всеми. Вот. С кем-то бывает очень трудно. Ну, прям совсем трудно. Прям нам говорят, зачем ваш проект вообще нужен нашему регионе? У нас и так всё хорошо. У нас посева. У нас посева. Ну, в таком случае мы просто сами ищем там по интернету, через контакт общественных деятелей, и тогда наше региональное представительство возглавляет человека, который занимается там общественными... И проект всё равно существует в регионе. Сейчас вот мы работаем над тем, чтобы у нас было как можно больше региональных представительств, и как можно больше людей, вовлечённых в проект. Ну, я понимаю так, что у тебя сейчас очень насыщенная жизнь, командировки, интересная работа, много-много-много-много всяких встреч. Как ты планируешь дальше вообще свою деятельность? Ты будешь дальше работать в, там, не знаю, в правительственной организации на зарплате, или, возможно, ты уже придумала какой-то собственный бизнес? Можно ли вообще построить в этом формате какое-то своё дело? Нет, своё дело можно построить, и тут даже пути понятны. Вот. Но пока мне очень нравится быть на госслужбе. Поэтому пока, в общем, в свой бизнес уходить я не собираюсь. Собираюсь развиваться дальше в этом направлении. А в чём плюс госслужб? Во-первых, какая-то уверенность, а во-вторых, всё-таки масштабы. То есть получается, что я федеральный руководитель, получается, что я, в общем, могу контролировать то, что происходит в направлении творчества практически во всех регионах России, как-то туда интегрируется, внедряться. То есть, ну, в общем, не имея такого административного ресурса, наверное, в своём бизнесе это трудно сделать. У тебя есть карта такая над круглым столом? С разноцветными булавочками? Да. Как в американских фильмах, да? Да, 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 где какое мероприятие, да. Именно так она и выглядит. Расскажи, пожалуйста, какие планы строит Арт-квадрат на наступающий год? Сейчас мы как раз сформируем план. По последней нашей сводке у нас будет 67 мероприятий в следующем году. Причём таких размера Селигера? Нет, 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 нет. Размеры Селигера есть только Селигер и 8 окружных форумов. Или 7, ну, в общем, да, то есть это мини-Селигеры. А это у нас есть межрегиональные фестивали, их будет 8 в этом году, тоже в каждом федеральном округе именно Арт-квадратские мероприятия, и более мелкие. То есть, если в том году мы сосредотачивались на то, чтобы приехать в регионе, по 5 направлениям за день просмотреть кучу ребят, ну, это параллельно шло, то есть мы всегда выбирали площадку, где, в общем, есть сцена, танцевальный класс, и, в общем, такая работа кипела, то сейчас мы решили сократить количество направлений в регионе, но именно в зависимости от запроса региона. Если в регионе больше танцоров, ну, в общем, давайте работать с танцорами, других ребят давайте привлекать в соседние регионы, где, допустим, будет проходить направление кино, чтобы сосредоточиться больше на качестве. Я посчитала, что 67 на 12 — это проведение 5,5 мероприятий в месяц. Да. И 8 человек эти все. Да, все это курируют. Да, нет, ну, региональные мероприятия, которые проходят не в Москве, там 50% реализовывают и регион. То есть это все равно трудная работа, это там, в общем, все нужно контролировать, вот, потому что у меня были такие ситуации, когда я звонила, ну что, у вас подиум построили? Да, построили подиум, там фестиваль был на улице, я приезжаю в регион, не буду говорить, какой, подиума нет. Такая, друзья, а где подиум? У меня вчера говорили, что он стоит. Ну, в общем, как-то не сложилось. Я говорю, а модели должны, почему ходить модели? Ну, вон вокруг фонтана пройдутся на каблуках, я думаю, боже мой, вот, и вот с тех пор я поняла, что... Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Сам, да. Ну, я желаю искренне Юле музыки и проекту «Арт-квадрат» больше хороших, интересных, творческих молодежи. И всяческого процветания с наступающим Новым годом. Это была программа «Вдоли». Удачи, всем хорошего дня. Нового года, всех. Продолжение следует... Продолжение следует...